Павел Воронков, Ваше мнение по поводу протестов в Грузии. Грузия – это страна, которая длительное время существовала при настоящем демократическом режиме, которая получила очень мощный импульс развития от этой политической группы Михаила Саакашвили. И состояние экономическое в Грузии стало очень резко и быстро меняться. И сегодня, когда пришедшие к власти в Грузии силы фактически сдерживают ее развитие и демократическое, то есть развитие политической системы и экономики, ну, граждане это осознали, поняли. Поняли ценности того, что принес в Грузии Михаил Саакашвили, его национальная партия. И им понадобилось некоторое время, чтобы понять, кто такие мечтатели. То есть члены партии «Грузинская мечта», которые, ну, не очень успешно, но все-таки пытались развалить все достижения предыдущей власти. Ну, и это очень естественный процесс для грузин, то, что они пытаются выжить, пытаются сопротивляться, пытаются противостоять этой власти, консолидироваться против этой власти. Об этом говорил Михаил Саакашвили, говорила партия его о том, что вот эти грузинские мечтатели, это, ну, фактически ставленники Кремлян напрямую поддерживать Кремль, проводить его политику. Они не могли, конечно, их тут же смела бы общественность, то есть гражданское общество в Грузии. Но, так сказать, непрямыми способами они начали это делаться. Один из величайших реформаторов Грузии, Ваномира Бешвили, соратник Михаила Саакашвили, находится в тюрьме реформатор, человек, который ликвидировал в Грузии коррупцию, который ликвидировал в Грузии кланы, владевшие целыми отраслями, министерствами, ведомствами, человек, который победил в Грузии коррупцию. Сегодня он в тюрьме. Ну вот осознание, это не быстро, но приходят гражданам Грузии. Они понимают, что в свое время отказавшись от партии Михаила Саакашвили, они совершили ошибку. Сейчас они хотят вот эту новую власть, этих мечтателей грузинских, которые даже воду в Тбилиси не могут обеспечить, бесперебойные поставки воды, хотят отстранить от власти. И правильно делают. Спасибо.